Гражданство, судимость, образование кандидатов. Все это Центр Избирком начнет проверять, конечно, не сегодня и не завтра. Эта работа комиссии предстоит как минимум через месяц-полтора, после того, как партии проведут свои съезды, утвердят списки своих кандидатов, представят их в ЦИК. А регистрацией этих списков комиссия займется лишь в конце октября. Сегодня же речь идет пока только о приеме уведомлений от партии о том, что они хотят участвовать в выборах. Желающих, как всегда, очень много. Вчера, как говорят в ЦИКе, здесь стояла огромная очередь из представителей партии. Если за день до этого заявки подали 14 партий, вчера 24, а сегодня до полудня уведомления принесли еще 7 партий. Кстати, не только уведомления. Там они еще прилагают другие документы. Это список уполномоченных представителей, то есть уполномоченных представителей по выборам и уполномоченных представителей по финансам. Копию паспортов. Также мы требуем натурально заверенную копию устала политической партии и копию свидетельства. В ЦИКе уже традиционно шутят. Это хорошо, что уведомления не подали все имеющиеся в стране партии. Вчера, к примеру, стало известно, что их у нас оказывается аж 290. И это только те, что были зарегистрированы Минюстом. Но и эти почти пять десятков партий, намеревающихся принять участие в предстоящей выборной гонке, для ЦИКа, конечно, работы не убавят. Тут посчитали, сколько примерно придется проверять кандидатов на предмет отсутствия той же судимости, гражданство другой страны, имеет ли высшее образование и так далее. Вот представим, если 40 партий будут участвовать, которые сегодня сдали документы, это считайте по 54 с каждой партии, это уже более 2000 кандидатов. Теперь нужно сюда добавить 36 округов. Если по 20 кандидатов с каждого округа будут участвовать, это уже 720. Это получается порядка 3000 кандидатов мы должны обработать. А это вы понимаете, это все сведения о судимости, там, ну, о другом, обо всем, да, это тоже большой объем. Конечно, не все из партий, подавших заявки, дойдут до финишной прямой. Многие из них, как показывает практика, сойдут с дистанции на стадии, когда нужно будет внести залог в 1 миллион сомов. Некоторые снимутся по другим мотивам. Других, возможно, не зарегистрирует ЦИК. У нас без скандалов, как правило, выбор не обходится. Кстати, если партии сегодня должны были подать заявки до 18.00, то кандидаты-одномандатники смогут начать это делать с 6 сентября. Всего, как уже известно, будет 36 одномандатных округов. Центральная избирательная комиссия, хоть и определила, сколько их будет в каждой из областей, а также в городах Бишкек и Ош, границы этих округов еще до конца не очертила. Округа формируются по численности избирателей. В каждом из них должно быть не менее 80 тысяч, и не более 120 тысяч. К примеру, Чуй, Кимин и город Токмок В совокупности в этих трех субъектах количество избирателей едва достигает 100 тысяч человек. Соответственно, это один округ. А в одном только Карасуйском районе 250 тысяч избирателей. Поэтому там получается два округа. Оставшихся 50 тысяч избирателей включат в соседний округ. В Наукадском районе, к примеру, 160 тысяч избирателей, соответственно, по 8 тысяч – это два округа. Избирательный залог одномандатников будет в размере 100 тысяч сомов. В округах, даже если они будут выдвинуты от имени партии, вносить эти деньги придется самим кандидатам. Для партий залог по сравнению с тем, каким он был во время прошлогодних выборов, конечно, снизился. Тогда он был 5 миллионов сомов. Кстати, в прошлом году, помнится, уведомление об участии в выборах подали 44 партии, а участвовали в итоге лишь 15. Среди них были также абсолютно новые, причем созданные всего за несколько месяцев до объявления выборов. К примеру, те же Биримдик, Микен им Хыргыстан. Партии, из-за которых, собственно, итоги этих выборов были признаны недействительными, а президенту потом пришлось подать в отставку. Манас Аджигитов, Ахзат Тюлеев, НТС.